Всем привет! Это канал Таня Плюс Танцы. И сегодня я хочу разобраться, на что же идти в кино в ближайшее время. На фильм «Матильда» или на «Матильду». Я веду свой репортаж с места событий. Мы находимся в кинотеатре «Октябрь». Ну, просто я всегда мечтала сказать такую формулировку. Сегодня премьера, и гости начинают прибывать, гостей много. Все плакаты увешаны рекламой фильма «Матильда». И мы ждем, мы ждем, не дождемся, когда же начнется фильм. Мы хотим задать вопрос Татьяне Навке. И сами знаете, кому. Извините, а можно один вопрос у вас, Татьяна? Пожалуйста. Не хотят мне давать интервью. Не понравился фильм. Люди, я хотела взять интервью у Дмитрия Пескова. Думала на балете, ой, на фильме «Матильда» это прокатит, но не прокатило. Я в панике сейчас. Скажите, стоит ли смотреть фильм? Фильм, конечно, стоит. Красивый фильм о любви. И очень теплый. С хорошими артистами. С хорошей режиссурой. С немыслимым кинооператором. А что вам больше всего, какой момент ваш любимый? Что вам больше всего понравилось? Мне понравилось, когда царь Александр в исполнении Сергея Гармаша разговаривает с будущим царем, с своим сыном. Это такая доверительная мужская беседа, не царская, а такая жизненная. Мне кажется, вот такой теплый, очень отеческий разговор. Да вообще, много очень такого сентиментального, может быть, но все-таки чистое. Потому что этот шум весь, он как бы, да, он неправомочен. Провокация, провокация сзади произошла. Если вы любите красивое, достойное, грандиозное, по костюмам, по гриму, по кастингу актеров русское кино, если вы любите фильмы-мелодрамы, если вы любите фильмы о любви с серьезным историческим контекстом, то вам стоит, конечно же, посмотреть. Скажите, пожалуйста, что вы чувствуете сейчас? Чувствую? Ну как что? Волнуюсь, кто что скажет. До сих пор волнуетесь? Конечно, конечно. Ну а как? Не то, что у меня... Мне все равно интересно все мнения, даже отрицательные. Все равно любопытно. А скажите, только честно, всегда художник очень критичен к своим произведениям. Вот вам прям полностью все понравилось? Или все-таки есть моменты, которые... Нет. Я все равно, даже если, знаете, как у своего ребенка, есть недостатки, но все равно его любишь. Поэтому я его люблю. И пока не начну следующие картины, то это будет главная любовь в моей жизни. В кино я имею в виду. А потом это отступает и переходит уже на следующие. Последний вопрос. Кому адресован фильм? То есть, кого вы видели в роли своих зрителей? Мне кажется, всех. Мне кажется, это как раз мы пытались сделать такой синтез, когда это будет интересно от 16 и пределов дальше нет. Ну от 16 все-таки, да? Ну это такая градация, да. У нас есть просто определенные там принципы, когда это определяется. Поэтому, ну 16 нормально, да. Ну 16, кстати, вы знаете, что это не запретительная мера. Это рекомендательная. Так что могут идти и помоложе. Спасибо вам отдельно за то, что там показали все-таки балет. Я фанат балета и за это большое спасибо. Хорошо, спасибо. Так, ищем дальше. У нас уже копилочки накопилось. Откровенно говоря, я ожидала немножко другого. Я вообще не поняла, из-за чего весь этот цирбор. А чего вы ожидали? Ну, правда. Не, ну я ожидала какого-то оскорбления, чего-то, нарушения исторических фактов. Я вам скажу так, как человек, который особенно, но на фоне всего этого. Ну я потом когда-то получала образование культуролога, я, в общем-то, была немножко в курсе. Но я копнула глубже. Я изучала всяческие исторические факты. Простят меня создатели. Ну, то есть я многое не узнала, да. Но, с другой стороны, я изначально об этом и говорила, что это фантазия на тему, да, с использованием каких-то исторических личностей. Никто не претендует на документализм. И, в общем-то, на правдивость кино тоже не обязано претендовать, потому что это кино. Это всего лишь взгляд художника и режиссера. Мне просто очень жалко, что столько об этом было шума. А, в общем-то, непонятно к чему. Потому что фильм – это как бы очень отдельная история о, но не имеющая, на мой взгляд, и даже основываясь на каких-то моих знаниях, я позволю, может быть, даже себе ошибиться. Но то, что я знаю, это было далековато от истины, что я увидела на экране. Но я не отрицаю, что это имело место быть. Это красивая фантазия. Многие думали, что фильм про балет, что там много балета. А о чем фильм, по-вашему? Вы знаете, я знал, что этот фильм не будет о балете. Мне очень приятно, что фильм превратился в прекрасную мелодраму. Я, самое главное, хочу поздравить, во-первых, Алексея Учителя с выходом фильма на широкий экран, на большой экран. И я поздравляю от всего сердца, вообще всю съемочную группу, всех, кто причастен к этому. Потому что получился красивый фильм. Он получился таким, каким он нужен зрителю сегодня. Да, сама история была более скромной. Конечно, все это было скрыто от глаз людских. Но кому сегодня эта история была бы интересна? Все задают вопрос. А могло ли быть, было ли такое, а пользовались ли балерины, вот, так сказать, большим вниманием и успехом у сильных мира всего? Да. А я вам скажу, а что сегодня изменилось? Вот, а сегодня. Скажите мне сегодня кто-нибудь, изменилось ли что-то сейчас? Пользуется успехом балерины? Да и не только балерины. Я вам должен сказать, что и спортсмены, и актеры, и актрисы прекрасные, и в том числе, конечно же, и балерины. А кто не пользуется успехом? Да, эта история была очень интересной. Она была более деликатной. Она была очень трогательной. Но кино требует большего формата. Оно требует больших эмоций. И мне кажется, что сценарий, который поменялся в процессе съемок более 20 как минимум раз, ну, видимо, пришел к той истории, которую мы сегодня видим на экране. Я считаю, что прекрасный фильм. Конечно, там правды вообще никакой исторической нету, кроме каких-то вот деталей, типа спиритических сеансов. Это правда? Это правда было. Даже есть, говорят, что существуют даже отчеты. Ну, и таких деталей каких-то. А все остальное, конечно, сплошная выдумка в таком стиле Голливуда. Но это все очень интересно смотрится, очень интересно придумано. И, в принципе, мне понравилось. Ну, еще очень красиво. По-моему, это просто очень красиво. Красивый фильм, конечно. И много деталей вот таких вот костюмов и такого, что действительно вот мотоциклы, да. Что действительно в то время это было. Прекрасное кино. Мне очень понравилось. Очень красиво. Потрясающая работа художников по костюму, художников по гриму. Музыка фантастическая. И мне очень понравилась главная героиня. Чем? У нее несовременное лицо. В ней есть женственность и мягкость. И при этом настойчивость. Теперь скажи, на ее месте должна быть я. На месте? Должны были, правда? Я пробовалась в это кино. Ну и как? Что не так пошло? Ну, что пошло не так? Просто есть человек, который подошел больше. Это абсолютно нормальная практика для кино. Ну, так вам, наверное, балетом пришлось заниматься. Ну, с этим у меня проблем нет. Я не думаю, что Михалина занималась балетом. Ну, пришлось бы, было бы замечательно. Ваше первое впечатление о фильме «Только честно» понравилось вам? Да, я до сих пор под впечатлением. Я, честно, видела сегодня первый раз. Ну, мне кажется, это безумно красивая история любви. Такая сказочная. Очень круто снято, с потрясающими актерами. Мне прям, ну, правда, под впечатлением немножко такой. Финал, конечно, грустный. Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Итак, премьера фильма состоялась. И не произошло никаких инцидентов или ЧП. Фильм показали на большом экране. Наконец-таки. Ура! И, как говорится, что стоило его так долго откладывать и всю такую тюрьму устраивать? Я просила очень много людей для вас. Людей разных областей. И актеров, и балетных артистов. И экспертов из балета. В общем, вы видели и слышали, что они вам сказали. В принципе, даже если вы не любите балет так, как я, то там есть на что посмотреть. В общем, для любителей красивой картины с красивыми детальными, красивыми костюмами, яркими красками и красивыми людьми в кадре, я советую посмотреть фильм «Матильда». У съемочной группы мнения разделились. Я в восторге. Фильм красивый, актеры красивые. А оператор говорит. Что ты там говоришь, Сереж? Я молчу. Он говорит, что своих актеров нельзя было позвать. Ну да, вот стоит прекрасная претендентка на роль Матильды Кшесинска. Чем вам не я? Чуть не забыла. Если вы хотите быть в курсе о новинках в мире балета, танцев и около всего этого, то подписывайтесь на канал Таня Плюс Танцы.